Члены правления общества съезжались довольно лениво. Начало заседания было назначено на 7 часов вечера, на часах было уже около восьми, но так пока никто и не появлялся. Председательница общества генеральша Наталья Дмитриевна в возбужденном состоянии ходила по пустынной анфиладе комнат с тревогой, ожидая доклада лакея о первом появившемся члене правления. А мы с вами возвращаемся на Воскресенскую улицу Старой Самары и на 110 лет назад. В столице шум, гремят вити, кипит словесная война, а там, там в глубине России, там вековая тишина. Генеральша была сильно утомлена. Сегодня она уже выдержала два заседания, принимала визитеров, посетила приют подкидышей и теперь чувствовала потребность переодеться наконец в свободный пеньюар и поваляться на таманке с романом Марселя Рево. Но это было невозможно. Повестки были разосланы и отменить заседание не догадались. Надо было нести крест свой. И Наталья Дмитриевна смирилась бы с положением вещей, но ее угнетало еще одно маленькое обстоятельство. Секретаря общества до сих пор не было. А сама она не могла припомнить, для чего было созвано сегодняшнее правление. Поэтому ее несколько тревожило, что секретаря нет, а члены правления все еще могли приехать. Ну вот так и есть. Звонок. И лакей доложил о первом прибывшем. Это был не секретарь. Это возмутительно. В сердцах произнесла Наталья Дмитриевна. По пути она смотрелась в трюмо, поправила волосы и последовала в комнату, где должно было происходить заседание, куда уже начали собираться члены общества. Один за другим в дом вошли два члена правления. Один высокий в серо-английской паре в золотом пенсне с головой, остриженный бобриком. Другой массивный, громоздкий и несуразный. Первый был редактор газеты «Вестник» Борис Дмитриевич Сорокин, а второй местный купец благотворитель Тарасов. Следом за ними вылетел и секретарь с портфелем под мышкой, запыхавшись какой-то растерянной, с мокрыми от снега усами и бородой. С его появлением все в доме как-то повеселело и проснулось. Зашуршали адамские платья, загремели шаги и застучали выдвигаемые из-за стола стулья. А мы пока оставим собирающихся на заседании членов правления общества «Мизерикардия», увековеченных Евгением Чириковым в повести «Чужестранцы» и прогуляемся по Воскресенской улице. Вот, например, дом на Воскресенской 73 между Соборной и Троицкой, который был выставлен на продажу в марте 1914 года. Желаете купить? Милости просим. А не желаете, можете снять квартиру в шесть комнат с большой кухней на Воскресенской 59. Правда, это в июле того же 1914-го. А вот обратившись в дом номер 53 во Воскресенской улице можно было снять две барские дачи со службами, сразу с запостниковым оврагом. Сюда же можно было позвонить и по телефону 479. Наконец, на Воскресенской 2 летом 14-го года проживал и ищущий место опытный бухгалтер, который имел аттестат, искал место и был согласен в отъезд. А пока он, как и многие другие, смотрел в окно на Воскресенскую улицу и видел на ней всякое и разное. Улица Воскресенская одна из поперечных в Старой Самаре. Может быть, как раз и это обстоятельство сделало ее не везде и не во всем глоткошерстной и мягонькой. Случались на ней и истории криминального характера, умолчать о которых было бы и досадно и несправедливо. Так в ночь на 16 июля 1913 года в квартире Кочеганова на улице Воскресенской 44 была совершена кража. Воры вынесли серебряные часы стоимостью 75 рублей и брюки ценою в 90. Часто в квартиру Кочеганова жульки проникли через открытую форточку. Через нее же они и покинули квартиру, но уже с часами и брюками Кочеганова, которым теперь хоть на глаза не показывайся. Ни штанов, ни стрелок. Расследование этого дела было поручено полицейскому надзирателю сыскного отделения Кудряшову, который установил, что кражу совершили воспитанники симбирского исправительного приюта Дмитрий Кузьмин, 15 лет, и Фридрих Бертман, 14. А украденное они сбыли неподалеку, в Чайной Ананьево, на набережной улице. Тот же полицейский выяснил, что Кузьмин задержался в приюте за кражу и бежал из него уже в третий раз. Что же касается Бертмана, то он, несмотря на свой юный возраст, уже неоднократно приговаривался и к отдаче в колонию малолетних преступников, и к заключению в арестном доме. Пробовал свои силы Бертман ранее и в Самаре, но был оправдан городским судьей. А вот теперь попался с брюками Кочеганова. А впрочем, что нам Кочеганов и его брюки со стрелками? Стрелки, на украденных давным-давно малолетними преступниками часах, уже сто с лишним лет назад убежали в вечность. И только вот этот дом на улице Воскресенской, превратившись в Пионерскую, по-прежнему смотрят всеми своими окнами на улицу, где течет другая жизнь. Итак, Самара, Воскресенская улица, начало двадцатого столетия. Телеграфные столбы, керосиновые фонари и легковые извозчики на своих сивках-бурках. А еще самарцы, спешащие по делам в свои и чужие дома и квартиры. Например, крестьянка Мария Кашина в мае 1914 года спешила совсем не к себе, а к крестьянке Александре Сурмаловой, проживавшей в восемьдесят первом доме по Воскресенской улице. И спешила она совсем не в гости, а чтобы похитить у нее вещи из незапертой квартиры. Не знала Мария Кашина, что похищенные вещи все равно будут у нее отобраны и возвращены потерпевшей. Как не знал этого и нижегородский крестьянин Федор Пелефонов, спешивший в это же самое время в квартиру самарского мещанина Петра Кривоносова, чтобы взломать у него сундук и похитить деньги и вещи. Потом он, правда, в этой краже сознается и объяснит, что продал украденные вещи на базаре неизвестным лицам. Но это будет после. А пока вот он, спешит навстречу крестьянке Марии Кашиной по той же самой Воскресенской улице в Самаре в мае 1914 года. А у нас на дворе сентябрь 1913 года. И мы возвращаемся на Воскресенскую улицу, где когда-то стоял и дом Серебренникова тоже. Какой из этих домов принадлежал Серебренникову, сегодня уже неизвестно. Но зато точно известно, что 8 сентября около 8 часов вечера к этому дому был подброшен младенец мужского пола трех дней от рождения. Подкидыш был отправлен в приют подкидышей. А вот в этом доме на Воскресенской улице осенью 1913 года проживал крестьянин Никита Уколов, который заявил в полицию, что в то время, когда он находился в компании с своими друзьями Василием Руденко и Николаем Мельковским, у него было похищено 30 рублей. Но он и вспомнил, что находился в этой компании всего только пару часов. А потом покинул ее и стал заниматься разными комиссионными сделками по покупке и перепродаже базарных продуктов. И вот занимаясь этими сделками, где-то обсчитался на несколько десятков рублей. Подброшенные младенцы и ни в чем не повинный Кожевников. Да я голову на отсечении даю, что я ни в чем не виноват. Бдительные Кожевниковы и разгильдяи Покидышевы. А еще крестьянин Уколов с его заявлением. Улица Воскресенская, как настоящий калейдоскоп. Сделаешь легкое движение рукой, и рисунок становится совершенно другим. Торопитесь, запоминайте, вы его можете больше не увидеть. Да уж, такая она, улица Воскресенская. И нет поэтому ничего странного, что в феврале 1914 года проживающий в доме номер 87 губернский секретарь Брызгалов заявил полиции о похищении у него из запертой квартиры со взломом замка. Имущество на сумму 30 рублей. Дознанием было установлено, что кражу совершил некто Миронов, который был задержан, а похищенные вещи у него отобраны и возвращены потерпевшему. А вот и крестьянин Космиров, проживавший на Воскресенской 138, заявил о краже у него пальто, стоящего 112 рублей. Полиции удалось выяснить, что эту кражу совершил другой крестьянин, Готфрид Поль. Но вот удалось ли его задержать и изъять украденное, сие сталось тайной за семью печатями. Наконец, мещанка Ольга Михайлова Тареева, проживавшая на Воскресенской улице в доме Харлашкина, заявила о краже у нее из запертой квартиры со взломом пробоя 50 рублей денег, похищенных другой мещанкой, Мариевич Кановой, которая в краже была уличена и привлечена к ответственности. А у нас заседание правления общества Мизерикордия. Возвращаемся в повесть Евгения Чирикова «Чужестранцы». Так о чем нам надо было переговорить, спросила Наталья Дмитриевна у секретаря, когда все члены правления уселись за столом. Секретарь насмешливо смотрел на председательницу и начал громко, четко и ясно рассказывать о том, что было предложено на предыдущем заседании. В числе стоящих на повестке дня вопросов начал он есть один о продаже, принадлежащей обществу, коровы. Увы, корова это настолько плоха, что продать ее за назначенную сумму не представляется возможным. Мясники больше 35 рублей не дадут. Но зато нашей председательнице пришла в голову счастливая мысль разыграть эту корову в лотерею. Вот этот вопрос нам и следует рассмотреть. Предложение было принято единогласно. После этого опять начались разговоры, шум, болтовня и обсуждение не относящихся к делу предметов. Многие повскакали со своих мест. «Позвольте, господа, позвольте, заседание еще не окончено», напомнил секретарь. Члены правления опять уселись за стол. Начались горячие споры. Видя, что заседание затянулось, два члена правления под предлогом покурить вышли в коридор, оттуда в Швейцарскую и за дверь, чтобы раствориться в клубах снежной пыли на улице Воскресенской и в первых десятилетиях двадцатого века. Лишь ветер не дает покоя вершинам придорожных ив, и выгибаются дугою колосья бесконечных нив. С вами был Михаил Перепелкин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова